Моё уважение, дружище, если ты взял эту пушку в руки, значит ты обладатель стальных яиц. Капитан Очевидность, все, кто играет в эту игру, автоматически являются обладателями этих самых яиц. Запомни, друг мой. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги, с вами Мокет, а также Капитан Очевидность. Разговор у нас сегодня пойдёт о легендарной по-своему пушке, именуемой как МСБС Радон, он же БДСМ Рандом, он же Радик Хрен Попадёшь. Когда только её вводили, многие восприняли эту пушку как нечто сочное и по-своему невероятное. В конце концов, извините меня, не донат и такие ТТХ. В глаза бросается, конечно же, темп в 650 единиц, что по-своему, ребята, будем честны, мега нагиб для тех времён. И всё это в сочетании с вполне годным уроном. И многие сказали, вау, я буду с этим играть. Некоторые попробовали и сказали, ммм, а это годно. И даже многие ютуберы сказали, что пушка прямо подарок от разработчиков не донатерам. Однако лично я тогда заподозрил некоторый подвох. И решил хорошенечко её так протестировать, более качественно и глубоко, скажем, стал катать мясорубочки одну за одной. И тут вдруг понял, в чём же тут дело. А дело всё в том, друзья, что у этой пушки с одной стороны вроде как очень простая отдача, а с другой стороны она реально невероятно рандомная. Практически каждая пуля в очереди прилетит то немножко выше, то немножко ниже, может быть чуть-чуть правее, а может быть чуть-чуть левее. То есть вроде как рисунок-то есть, он даже можно сказать точный, да, такой чёткий, и вроде раз за разом примерно одинаковый, но в том-то и дело, что примерно. И реальной точности у этой пушки нет вообще. Вроде стреляешь, вроде контролишь, вроде всё летит в небольшую область, грубо говоря, в точку. Но точки там вообще нет, ей даже не пахнет. А из этого складывается следующая ситуация. Уже на каких-то средних дистанциях Арадон начинает реально косить. Прицел на противнике, прямо на голове. Ты зажимаешь и наблюдаешь микрокресты, потому что пули частенько летят не в голову, а куда-то в плечи. Что вызывает реальный дискомфорт. И знаете, такое странное ощущение, какого хрена, я же точно прицелился, я же контролю отдачу. Как так? И вы знаете, если бы не этот маленький недостаток, эта пушка гнула бы вообще качественно с тех самых пор и до сегодняшнего дня включительно. А если макрос поставить? Капитан, очевидность, я тебе умоляю, какие нафиг макросы? Во-первых, это вообще уже не модно и практически никто не использует. Это первое. А второе. Ну неужели непонятно, что макросы могут сделать только то же самое, что вы можете сделать рукой? Просто более качественно. Так что, понимаешь, как макрос, у него нет такой функции, как гасить рандомную отдачу. Ты можешь написать на эту пушку макрос, но дело в том, что макрос всё равно будет рандомить. Да, радон, он и есть радон. Поэтому единственное, что может спасти эту пушку от рандома, это, пожалуй, только читы. Ну а это уже не моя тема, так что об этом рассуждать я точно не буду. Странная хрень какая-то. Типа отдача ставит на пушке крест? Да, капитан, очевидность. Вот многие, знаете, думают, что отдача это нечто такое. Ой, ну подумаешь, отдача, ну подумаешь, ерунда, ну научусь контролить и деда и тп. Вы знаете, если отдача чёткая, даже тяжёлая, да, вы научитесь её контролить. Например, отдача своё время на АК-103. По своему опыту могу сказать, что первые 10 пуль реально можно было контролить. Если говорить о каком-нибудь Тайп-97, многие говорили, невозможность с ней играть, тряска, отдача, жопа. Но у меня почему-то сложилось так, что я научился контролить всю очередь в 30 пуль у Тайпа реально в точку практически. То есть там такой хороший колобок получается. Вообще без проблем, руками. Но если говорить о радоне, который вроде обладает достаточно мягкой, не такой уж сильной, не такой уж и противной отдачей, контролить его можно, это вообще не вопрос. Только вот, сука, он не попадает. Ого, РМ с радоном. Эп, пошёл ты в жопу, какой нафиг РМ, с этой пушкой, блин, на пабликах страдаешь. И реально, без шуток, играешь ты с этим радоном. Вроде, знаешь, вначале берёшь, вот каждый, когда вначале берёт радон, он говорит, блин, годная пушка, темп хороший, контролится легко. Заходишь на какой-нибудь пригород, вау, туда-сюда, бац, мозголомчик, всё нормально. Но чуть позже, когда ты начинаешь больше с ним катать, больше мясорубочек, больше пабликов, или не дай бог РМа, так и понимаешь, что жопа полная. Он будет попадать на средних и дальних дистанциях куда угодно, кроме того места, куда ты целишься. Поэтому, друзья, до сих пор всё, что можно сказать о радоне, что том, что сейчас, будут его улучшать, ещё что-то делать, если не изменят отдачу, всё останется на своих местах. Радон – это пушка, которая может даже божить, без шуток, даже сегодня, на малых дистанциях, на дистанциях инженера максимум. Но как только ты выходишь на средние, начинается именно рандом. То есть ты можешь показать нечто красивое, нечто классное, а можешь не попасть током даже туда, куда ты хотел, не убить даже одного противника в голову. И в этом и есть самая главная беда. Только уже лет этот радон с нами, понимаете, внешне красивый, с приятной перезарядкой анимаций, с отличными, казалось бы, ТТХ. Но, как часто бывает у наших разработчиков, вот всё сделали, но что-то одно обсирает всё остальное. Ещё, кстати, у радона есть один минус в виде не самого быстрого зума, но это тоже можно было бы простить, если бы, друзья, всё-таки не его отдача. И вы, друзья, уже просили меня сделать на него новый обзор, оценить заново, чтобы я понял весь вкус и смак этой пушки. Но лично для меня пушка, которая мажет и попадает не туда, куда я прицелился, это вообще не пушка. Поэтому, друзья, я вам строго не рекомендую играть с ним. Конечно, вы можете попробовать, если хотите, но вы знаете, я думаю, что в конечном итоге вы придёте тем же выводом, что и я.